всем доброе утро мои девочки мои мальчики дорогие всем доброе утро сегодня начнется новый день новый этап жизни себя чувствую хорошо и конечно мы сейчас находимся на нашей детской площадке хочу ответить на несколько вопросов которые мне задают люди после вчерашнего почему вы не пошли к бесплатному флебологу или там сосудистыми хирургу вот почему вы значит не пользуетесь полисом а именно ну идете к платному платным как бы сказать их специалистам я объясню вам знаете когда вы не работаете и когда у вас нет каких-то ну допустим как вот нет проблем и детей да это круто сидеть в очередях ждать идти начали записаться к терапевту потом слезно умолять терапевта дать направление значит в другую поликлинику чтоб тебя или там больницу да где есть сидит этот бесплатный специалист это конечно все вообще здорово но когда нет у тебя времени вообще ну девчонки мальчишки вот это вообще нереально с моим ребенком куда-то нереально сходить с ней в бесплатной поликлинике никто нянькаться не будет вот она у меня такая девочка очень подвижная она сидеть там не будет она просто на уши поставит эту всю поликлинику так что из-за этого я и выбрала платные услуги вот потом написали что значит как вы доверили это это так сказать вот этому центру типа они только деньги берут ничего хорошего у нем нет я вам скажу что я выбирала по как сказать по рекомендациям этот центр я не просто так взяла нашла первый попавшийся тканула пальцем и пошла конечно нет я выбирала как бы сидела читала потом не созванивалась людьми которые пользовались там услугами вот что что вам еще на этот вопрос ответить но как бы сказать знаете везде есть свои нюансы и можно прикопаться к любому столбу фонарному найти какие-то либо там плохие изъяны хорошие там положительные стороны значит что еще хочу сказать до того как я начала худеть вот в апреле этого года я ходила на узи сосудов спрашивала насчет сосудов как у меня проходимость вот мне тогда уже узи сказал что у меня нет жидкости в тканях вот и что у меня вроде как все нормально но почему-то я и не поверила почему потому что когда я была в роддоме а дуняш выражала заведующий отделением сказала типа сходите обязательно флебологу у вас значит лимфостаз рук и ног она мне сказала потом значит когда я легла в институт питания но моя диетолог она под вопросом поставила на не сказала конкретно но меня еще и заведующая смотрела и научные сотрудники они сказали что под вопросом что это вероятно лимфостаз потому что когда я смотрела картинки ну или вообще вода но похоже действительно что это как лимфостаз вот по картинкам как вот что вот это вот вздутия виши кожи вот это все да я из-за этого и думала что это правда лимфостаз но по вашим советам что надо сходить еще к одному специалисту я попробую записаться еще к одному специалисту но я попробую это сделать конечно бесплатно вот по своему полюсу если они меня примут с московской регистрации вот потому что к таким специалистам в основном я знаю что берут с московской пропиской то конечно я попытаюсь и схожу схожу спасибо вам огромное за вашу поддержку она очень важно как вы знаете что я коплю денежки лекарством сейчас я ходила в аптеку лекарства у меня вы при выписали детролекс вот пить его нужно один раз в день во время еды или после еды в обед вот так что в общем узнала таблетки стоят 800 рублей как получу зарплату обязательно куплю эти таблетки и начну пропивает там значит курс вот а ваши денежки у меня отдельный счет я значит кладу их как только перечисляют я сразу же кладу эти на отдельный счет и как бы вот они накапливаются вот ну как бы не хочу из них ничего пока брать как бы никуда пока не надо и в общем вот такие вот на сегодняшний день день дела тела я конечно волнуюсь как бы запинаюсь там ну как бы это же мы все живые потом девчонки что хочу сказать хочу значит многие кто не встретился со мной но хотят встретиться я хочу опять назначить встречу кто хочет встретиться напишите мне и мы с вами обязательно встретимся подберем день чтобы вам было удобно и мне было удобно тогда мы с пообщаемся разговоры поразговариваем в общем соберемся опять и будем счастливы будем будем дружить значит хотела поговорить о людях с ограниченными возможностями вот я что хотела сказать вот я пока хочу поговорить именно о полных людях да потому что мы мы же тоже с ограниченными какими-то возможностями особенно люди которые очень тучные очень полные за 200 килограмм есть люди да просто я что хочу сказать я хочу чтобы наше общество нас принимала такими какими есть и не говорила надо меньше жрать надо больше ходить надо не лениться так вы никого не поддержите на вы наоборот людей еще больше разозлите и они будут как бы уйдут в себя и вообще общаться ни с кем не будут надо всегда по доброму надо всегда по-хорошему если вы уже хотите помочь человеку с его проблемами они просто давать какие-то глупые советы то конечно нужно нужно просто подбадривать и где-то конечно давайте чтобы был икнут и в то же время пряник потому что ну если вы будете постоянно гнобить человека вы ничего не добьетесь это во первых во вторых надо в нашем обществе чтобы наше государство и чтоб мы сами добивались того чтобы делали больше допустим кресло в кинотеатре или там чтоб лифты были большие ну вот эти же грузовые до чтоб полным людям тучным людям было удобно в этом обществе жить я этого вообще от всей души желаю чтобы это происходило потому что когда я раньше приходила в этот же самый же допустим парикмахерскую или в этот же тот же самый кинотеатр естественно моя попа туда ну плохо помещалась сидеть было неудобно и конечно было не очень приятно но это ладно как вы говорите я нажрала эти жиры пусть будет так но есть люди которые правда не нажирают эти жиры они болеют у них болезнь такая сердце сахарный диабет щитовидка гормоны еще что то естественно естественно эти люди быстро похудеть не могут им нужна помощь хоть даже пусть будет так что они сядут удобно им будет приятно и хорошо и комфортно вот о чем мы должны думать а они какой-то ерунде вот я я щас немножко разозлилась потому что я ну я даже представляю как эти все люди злые худые да ну худые злые просто злые я не говорю о всех но есть такие и таких много которые и мне пишут и другим пишут всякие гадости задумайтесь о своих душевных о своей душе чтобы у вас было все хорошо надо делать добро а не так сидеть на диване ерунду всякую писать не хотела я переходить на на грубости но просто знаешь зин ты нарываешься так что всем хорошего дня всем доброго настроения спасибо вам всем огромное я еще раз повторюсь и буду повторяться каждый раз а потому что действительно вы мне дарите свое добро и душевное и материальное это очень 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 важно очень спасибо вам большое ну что наш день продолжается сегодня пятница ура сегодня я отрабатываю свой последний рабочий день а потом в субботу воскресенье я отдыхаю это круто а скоро вообще где отпуск я собираюсь к своей маме в гости мамуль я тебе передаю большой привет она меня каждый раз смотрит вчера позвонила и говорит ксюша это еще как я только не записала видео еще не сходила к флюбологу она мне звонит и плачет говорит ксюша господи сидит рыдает я говорю мам что ты плачешь она говорит ну что же с твоими ножками а наш прям вообще ну я знаю что каждый родитель переживает за свое чадо за свою крошечку кровиночку крошечку крохотулечку вот так что еще раз у девчонки повторюсь повторюсь мальчишки в общем кто хочет встретиться пишите обязательно обязательно встретимся я тоже этого хочу в гости пока пригласить себе не могу потому что место вообще мало но настанет скоро час и все будет у нас замечательно в общем всем доброго дня душевного тепла равновесия всего доброго пока пока с вами ксюша ч выключаюсь